Всем привет! Вы на канале Вишневая Рукоделие, а меня зовут Лена. Сегодня я буду снимать для вас обзор нового набора. Это РТО старинный фарфор. Артикул данного набора М70021. Размер указан на упаковке 16,5х22,5. Но когда мы развернем ткань, я специально померяю размер, потому что там небольшая разница с указанными размерами на упаковке. Итак, художник данного сюжета Аннабель Лим и схему разработала Костыгова Екатерина. В набор входит Мулине ДМС, канва Аида 16 аккаунта с напечатанным фоном и игла, инструкция. Вот и все. В принципе, обычный самый комплект. Сейчас я сниму упаковку и к вам вернусь. Итак, что мы видим? Привью. Очень красивые чашки. Дальше идет схема. Схема на одном листе А3. Один лист А3 вместе с бэкстичем. На схеме есть крестик жирный такой, откуда начинать работу. К ключу мы сейчас вернемся. Иголочка Джон Джеймс. Что у нас с тканью? Ткань. Вот. Вверх-вниз. На ткани также есть... Правильно, да? Вверх-вниз правильно. На ткани также есть крестик. Кстати, ткань была... В ткань вложена вот такая картоночка. Раньше я такого в наборах РТО не встречала. Просто ткань была сложена. Итак, какие тут размеры? Размеры 17 на 23. То есть, по полсантиметра нам на упаковке прибавили. Ну, наверное, это не так критично. Также я сказала, да, что уже есть крестик, чтобы точно начинать от середины. Ни с краю, ни откуда-то. Именно с середины, чтобы попасть именно в центр. Скорее всего, это очень важно. Я еще не вышивала на конве с таким напечатанным фоном. Поэтому попробуем, что из этого получится. Нитки. Здесь три планшетки ниток. Они были все скреплены вот степлером, но одна уже открепилась. Итак, сколько здесь цветов? Здесь 10 цветов бэкстича. Это видно из инструкции, из ключа. Ключ на отдельном листе. Это очень удобно. Раньше, когда я вышивала набор РТО, ключ был вместе со схемой на листочке. Мне приходилось или отрезать, или как-то перерисовывать эти значки. Это было так неудобно. Вот. Смотрите, здесь 10 цветов бэкстича. В основном в одну нити, только два в две нити. Три планшетки с нитками. На третьей планшетке есть два цвета, которые используются только в смесовом цвете, то есть в бленде. Итак, сколько всего цветов? 28 цветов. Также здесь указано, что в схеме присутствует три четвертых креста и только полный крест. У нас нет никакого полукреста. Три четвертых креста, я думаю, знаете все, как обозначается. Вот так. То есть, он еще и блендом может быть. Тут вообще шикарная будет у нас работа. Я думаю, что я хорошо посижу. Вот и все. Что я хочу сказать по ниткам. Нитки очень красивые цвета, конечно, но это и так видно. Они перекинуты. Я измерила каждую ниточку. Ну, не каждую. Они все одной длины. Примерно нарезаны. Там плюс-минус сантиметр. Я думаю, что это не критично. Короткие нитки. Там, где вот по одной. Где они у меня. Вот, например. Одна ниточка висит. И она не перекинута. То есть, она короткая. Это 40-50 сантиметров. Здесь 50 сантиметров. В одной нитке длинной, которая вот с такой петелькой на конце. Здесь ровно один метр. И что мне не очень нравится в наборах РТО, что для того, чтобы взять нитку, нужно будет ее вот так снять, разложить и уже вот этой петелькой повесить сюда. То есть, так как навесили на производстве, это вообще неудобно. Ну, когда я начну вышивать, буду перевешивать по мере использования цвета. Все сразу, конечно, это я не выдержу такого количества цветов. Вот. Что еще хочу сказать по ткани. Она пахнет. У нее такой запах. Ну, это краска, конечно, скорее всего. Вчера, когда я готовилась к обзору, все это распаковывала, рассматривала. Минут десять изучала схему и ключ, и канва у меня лежала рядом. У меня голова заболела, поэтому будьте внимательны. Имейте ввиду, что есть запах, причем не очень приятный. А, также не сказала, что здесь восемь блендов. Вот, они также в ключи здесь указаны. Ну, вот и все. Я думаю, что это видео я соединю с началом работы. Вы увидите первые крестики. Вышивать я буду на раме. У меня же теперь есть цыпа, и я теперь могу спокойненько вышивать на раме, не только на пальцах. Сейчас смотрю в камеру. Мне так кажется, что все так размыто. Но это создается впечатление от того, что канва с таким размытым рисунком. И немножечко голова уже побаливает от этого, на самом деле. Все. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Встретимся чуть позже. Ну что, начала я вышивать. Надеюсь, что вот этот крестик и вот этот крестик действительно совпадают. Поэтому вот этот крестик у меня получилось, что он вот он. Надеюсь, что все будет правильно. Перекосов никаких у меня не случится. Удачи мне. Ну что я хочу сказать. Я повышивала всего минут 10-15 и у меня страшно разболелась голова. Этот запах от канвы он просто убивает. Он такой едкий и просто невозможно вышивать. Вышила я только вот этот маленький кусочек. Совсем малюсенький. И похоже, что нитки тоже нужно положить, проветривать к канве. Я поставила раму у окна, у открытого. Не знаю, что получится, выветрится или нет. Нитки сейчас тоже туда положу, чтобы они тоже проветрились. Потому что от них тоже запах идет неприятный. Девчонки, будьте осторожны с наборами на канве с напечатанным рисунком, с напечатанным фоном. Потому что эта краска просто воняет. Субтитры сделал DimaTorzok